Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН, у меня короткое объявление по поводу приказа, который я получил, возможно получили вы или еще получите. Итак, ребят, когда я увидел вот эту вот картиночку, я прям духом воспрял и подумал, наконец-то я круто пополню свою золотую копилку, возможно мне что-то необходимо будет делать для того, чтобы поживиться халявной голдой. Но нет, ребят, не все так просто, я бы сказал наоборот, очень все просто, но не для тех, кто донатит. Итак, приказ выглядит следующим образом, за 14 дней вам необходимо пополнить свою золотую копилку на 12500 золота, в таком случае вы заберете 15 бустеров на голду, 2 контейнера собери их все, 1 контейнер плохая компания и самый максимальный приз это 2250 золота в дополнение к той голде, которую вы себе забросите в копилку, как я уже сказал, в течение 14 деньков. Но не все так просто, ребят, да, сюда безусловно засчитывается любым способом полученная голда, но все же согласитесь, голды, которые вы будете получать просматривая рекламные ролики и используя бустеры во время боев, ну явно не хватит для того, чтобы добраться даже до 2 контейнеров собери их все. Поэтому, в принципе, здесь можно сказать между строк написано, донатьте, донатьте, ребята, в игру и забирайте в таком случае дополнительные призы. Да, безусловно, для тех, кто донатит, это неплохая, неплохая возможность получить дополнительные халявы, в принципе, получить 3 контейнера, из которых есть вероятность получить какую-нибудь машину и 100% получить 2250, вдобавок к тому, что вы и так задонатили. По-моему, довольно-таки неплохо. Единственная проблема, которая есть, что действительно вот этот приказик далеко не для всех и тем, кто не донатит, им даже до 1000 голды, в принципе, за 14 дней не подняться для того, чтобы получить хотя бы 15 бустеров. Хотя, если посчитать все, что можно получить с того же батл пасса, да плюс еще за просмотр рекламы, то, возможно, за 14 дней чего-то вы и получите. В принципе, в батл пассе где-то там как-то голда встречается, допустим, там на 43 уровне есть 50 голды, тем более, если вы раньше там проходили. Ну, а если вы не проходили, то особо ничего и не потеряли, потому что здесь, ребят, голды, в принципе, нету. И, соответственно, ближайшая голда, которая халявно есть, это здесь всего лишь 50. Короче говоря, косарь золота таким образом явно не соберешь. Ну и выходит, что данный, в принципе, приказик, он только для тех ребят, которые имеют возможность закинуть бабла в игру. Ну, а вам уже решать, забрасывать или нет. Я зашел ради интереса, посмотрел, сколько стоит золото и для себя понял, а, к сожалению, я сейчас через Wargaming Game Center зашел, поэтому предложений за Real Money нет. Но в любом случае я посчитал, что для того, чтобы задонатить на 12500, вам необходимо купить 2 раза золота по 6500 за 9 баксов. С того, получается, вам необходимо потратить 18 долларов для того, чтобы получить 13, да, все правильно, 13 тысяч золота в виде доната и плюс еще 2 250. Так, того получается 15 250. Стоит оно того, не стоит оно того, не знаю. Плюс еще в нагрузку идет, правда, 3 контейнера, но, как показывает практика, если вы часто донатите в игру, то из контейнеров вам выпадает гораздо хуже, чем ребятам, которые в игру не донатят. Ну и в целом, если посмотреть на контейнер «Собери их всем», то вероятность выпадения машины крайне скудная. И, скорее всего, из двух этих контейнеров вы получите что-нибудь из вот этого, каких-то там бустеров, ну, либо сертификатов. Вот такая вот история про то, что выпало мне. Напишите в комментариях, есть ли у вас данный приказ, ну и что вы, в принципе, собираетесь с этим приказом делать, если он у вас есть. А еще подписывайтесь на канал, я всегда пытаюсь делиться с вами свежими новостями и высказывать свое субъективное мнение, которое честное и никем не проплаченное. Спасибо вам большое за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, возвращайтесь на мои видео, я всегда вам рад. Всех благ, всего хорошего, мира, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.